Ну и вот, наш Pokemon Go полностью установлен и работает на Windows Phone. Я приветствую всех. Если вы смотрите это видео, значит у вас есть желание установить никакую Pokemon Go на свой Windows Phone. Так как официально Pokemon Go еще не вышла на Windows, как бы ее и нет. Но один умелец ее прохтанул под Windows Phone. Для начала он потребуется зайти в репозиторий Pogo UFP на GitHub. Вот открываем Wiki и вот тут уже информация по установке. Облегченная информация. Для начала потребуется зайти и создать аккаунт Pokemon Trainer. Не знаю, как правильно называется. В общем, на сайт Pokemon Go заходим, нажимаем создать аккаунт, ждем несколько секунд. Сюда мы вводим свою дату рождения, ну и не важно, какую вы введете. Во всяком случае у Pokemon Go есть ограничения по возрасту, поэтому вас вводим какую-нибудь дату и нажимаем ОК. Оставляем, вводим страну и нажимаем продолжить. Теперь у вас доступна регистрация, ваша задача сейчас просто ввести данные. Сюда мы вводим ваше имя пользователя, сюда пароль, сюда повторяем пароль, имайл. Вам потребуется его подтвердить по почте, повторяем почту. И вот сюда вводим никнейм ваш, кто вы хотите, чтобы это произошло в игре. Ну и, конечно, если хотите, можете подписаться на рассылку, но это не столь важно. Теперь, после того, как вы создали аккаунт, вам потребуется. В общем, после этого мы качаем вот эти три файла. Вот ссылки, они тут оставлены. Качаем первый, качаем второй, качаем третий файл. Так вот, можем сразу перенести в удобное для нас место, причем пока скачается он. Так, еще немножко, вот, переносим. Я перенесу на рабочий стол, потому что мне тут удобнее. Вот, эти три файла, которые мы скачали, они нужны для установки. Теперь, заходим в свой телефон. Давайте открываем настройки. Вот. Дальше нам потребуется открыть обновление и безопасность для разработчиков. И тут делаем, вот тут портал устройства. Ставим галочку «Включить удаленную диагностику по USB и подключение по локальной сети». Сжмем «Вкрыл» и убираем ползунок с проверки подлинности. Нажимаем «Ок» и отключаем. Вот тут у нас выводится с нижней адрес, то есть подключиться через Wi-Fi. Мы его, в общем, открываем в браузере и вбиваем этот адрес. Даже если у вас компьютер... Главное, чтобы компьютер был подключен к той же сети, что и подключен телефон. Это самое главное. Ну, конечно же, вы можете все сделать с телефона. Для начала заходим по этому адресу, который тут указан. Вот, я его открыл только что. И вот у нас прорывается панель управления телефоном. Тут у нас... Я не знаю, что тут. Тут у нас домашняя страница. Приложения, которые сейчас запущены. И те, которые мы можем установить нам, так как нужно установить приложение. Вот, нажимаем «Up Package» и выбираем следующее. Нам потребуется «Pokemon Go». Вот это. И добавляем две зависимости. Вот это зависимости. Добавляем две штуки. И первую выбираем «Microsoft Net Core Runtime». А вторую выбираем «Microsoft RecLibes». Главное, не перепутайте. Нажимаем «Go». Теперь, ваша задача просто подождать, пока на телефон установится... Да, пока она просто установится на телефон. Давайте подождем немножко. Должен заметить, что вот вы увидите три раза загрузки, потому что у нас три файла. То есть, сначала первый загружается, потом загружается второй, а потом третий. Теперь у нас происходит установка нашего приложения. Нашего «Pokemon Go». Давайте просто подождем. После того, как у вас появится надпись «Done», это означает, что всё закончено. Вы можете вернуться к своему телефону и уже в списке самих приложений увидеть такое приложение под названием «Pogo UFP». Это и есть «Pokemon Go». Сразу говорю, он немножко отличается от «Pokemon Go», который на «Android» или «IOS». Но, в принципе, один тот же. Для начала он потребуется авторизироваться. В общем, давайте я отключу и введу свои данные. Я ввел свои данные, нажимаем «Login». И ждем, пока у нас зайдет. Сразу говорю, приложение довольно нестабильное. Возможно, будут вылеты. У вас, кстати, должен быть включен... Окей. У вас должен быть включен GPS. Вот, расположение вот это. Ну и всё. Так. Получаем... Сейчас у нас идет получение GPS-позиции. То есть он получает информацию, где мы сейчас находимся. А после этого мы уже появляемся. Давайте подождем немножко. И вот, наконец-то у меня загрузилось. Вот, как видите, всё отлично работает. Вот. И, честно, я сам никогда в «Pokemon Go» не играл. Поэтому сказать, насколько она походит на «Android» версию, я не могу. Но, во всяком случае, у нас тут, наверное, есть всё, чтобы начать играть. Вот у нас покебол или что это. Ясно. Вот, это у нас, наверное, список заданий. Честно, не знаю, что это. Если мы нажмем на себя, то... Похоже, ничего не произойдет. Но мы видим, что мы первого уровня. Это хотя бы радует. Наверное, возле меня никаких покемонов нет. Но это и не важно. Всем спасибо за просмотр. Устанавливайте по этому способу. У вас останутся вопросы. Пишите в комментарии. Или мне на почту. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok